Девушки отдыхают В общем, да, вы видите, что здесь происходит. Приют какой-то очень нездоровый. У Гаррета прихода за приходами. Здесь какие-то катающиеся коляски. Призраки. А вот, кстати, теперь мы можем пройти. Призраки. То ли Эрин, то ли... Ну, Эрин, да, это была белая сорочка. Это точно была Эрин. Мойра. Вот, приют Мойра. И, в общем, все здесь не очень хорошо. Ну, маг. Это мы поняли. И, кстати говоря, судя по бумажкам, которые мы находим, вполне возможно, Гаррет здесь тоже когда-то содержался, но забыл это. Либо это про какого-то другого Мастера Вора шла речь. Потому что мы находили именно намек на то, что здесь содержался Мастер Вор. Процедурная. Зажибись-ка. У нас здесь где-то должен быть секрет в стене, и я пока что его не вижу, если честно. Конфиденциальность. Следует дальше. Вы принимаете соглашение о секретности. Экспериментальные методики остаются собственностью их владельцев. Любой улеченный в использовании этих методик будет осужден как преступник в соответствии с законом о медицине. Так, давайте сперва по верху пройдем, потому что нам вниз, по ходу дела. Шприцов тут уколись просто. Понеслась чем, а сейчас по трогам. Так, наверх не открывается. Отлично. Что это было? Гарет, я падаю. Непонятно. Опять этот голым тут бегает. Это нам путь для отступления будет. Все. Все что, ломимся сюда. Ну, по идее, эта хрень не должна на нас нападать, потому что у нас здесь... Хотела сказать, у нас здесь боевки же нет. Ага. Боевка-то у нас тут есть, она, конечно, тут не располагает к дракам, к таким. Прямым, скажем так. А кто же знает? О! Я могу? Я тебе помогу. И чё? Чё мне это дало? Ага. Ага. Как тут темно-то. Не пойму. Нет, мне это не надо. Так, подожди, а почему здесь должен быть где-то секрет? Ну, я его не вижу. Мне как-то туда, наверное, нужно. Ну, я не могу туда никак забраться. Так, наверное, кнопочку надо было сперва нажать, прежде чем что-то делать. А-а-а. Ну, ладно. А-а-а. Ну ладно. Как хрен его поймёшь. Держи. Держи. Где ж тут секретик-то? Казалось бы, он должен быть прямо вот здесь. Ну, как бы, вот отпечатки. Ну, чё-то как-то не очень. Мне кажется, туда забраться нужно как-то. Ну, чё-то он не хочет забираться, гард. Нет, подожди, я не хочу отсюда уходить, пока я не пойму, как это сейчас работает. Тихо, не надо издавать такие звуки. А, чёрт, он на лестницу автоматом прыгает. Нет. Это всё не то. Ну, в принципе, вот оно, вот как бы, вот, вот это... Короче, непонятно. А, подожди. Зря я сюда зашла. Возьмите-ка наверх. Там, по-моему, не всё посмотрели. А, хотя нет, нет, всё. Кард, what the fuck? Опять ты прыгаешь, как я не знаю, кто. Ладно. Красное место. Все мертвы, все мертвы, кроме теней. Их унесли тени. Тени голодные. С тех пор, как она ушла. Там они изменились. Изменились в темноте. Нельзя, чтобы тени разбегались. Мне не нравится. Извещение то, что тени, фактически, единственный наш друг. Теперь могут принести нам проблемы. Так, почему эта кнопочка не работает? Откройте дверь. Там, бля... Простегались, как масло. Бля, стяжка там лежала. Все мертвы. Бла-бла-бла-бла. Откройте дверь-то, ну. Чоу? Почему у меня какие кнопки не работают? Че такое? У нас проблема с заключенными! Это можно поджечь. Вот только вопрос, зачем? Че тут там такое на стенке? А, это просто колечко. Хотя одна из этих долобанных дверей откроется, нет? Блин, мы точно здесь от кого-то будем прятаться? Потому что, во-первых, вот это здесь не зря рассыпано все. И ящички здесь, в которых можно... Ой, блин, это будет самая адская голова вообще. Как мы отсюда выбираться будем? Я так и знала сейчас какая-нибудь такая хрень. Ой, спасибо. Не напугал, чувак. Просто я еще обделаюсь, я чувствую. Эти двери не открываются. Где-то внизу должен быть генератор энергии. Вот только генератором... Где-то вне... Блин, ну точно Outlast! Япона, мать-то, а! А, Эйвери, уходи по-тихому. Не обращай внимания на нефть и стекло. Эйвери, хе-хе-хе-хе. Кто смотрит анатомию игры меня сейчас поймет. Нефть и стекло, они для твоей же защиты. Зажги факелы, жди меня в доках. Я не знаю, что это за твари, но если кто-то из них тебя увидит, подожги ублюдкой драпой. Ну да. Так, давайте приготовим сразу. На будущее. Где-то я не пойду. Мега стул. Боже, как я не хочу вообще... Знаете, вот... Я в предвкушении неизбежного. И у меня закончился мега. Вообще-вообще закончился? Нет, еще есть один. Еще два даже. Точнее, ну вы поняли. Ни в коем случае не открывайте двери, когда комната занята. Уход от мирских забот успокаивает душу. Я потом, да? Я потом тоже схожа. Я испугалась тени, мне показалось, что в ней кто-то стоит. Когда тень превращается во врага, сияние есть хорошо. Сейчас, нибудь, и ящик спрячется. Давайте на всякий случай что-то сделаем. Это же все-таки уже практически Outlast. Никто же не идет сюда. Так, ладно, сохраняшем. Так, ладно, сохраняшем. Сейчас нажмем, и все, нафиг откроется. Ха-ха-ха-ха. Вот дерьмо. А че тут закрылось? Ми-ми-ми, ба-бу-бу, как так? Теперь мы через эти комнаты, через все пройти придется, да? Гарретт, не убирай стрелу, я тебя умоляю, мне с ней спокойнее. С ней чувствую себя защищенной. Знаете, такой, перемешка такая Сайлент Хилла с Outlast, знаете? Мя-мя-мя-мя. Скелетончик. Какая прелесть. Че там? Надо выкачать примарь из девчонки, но не давайте ей умереть. Да, точно. Знаешь, что такое страх, да, Гарретт? Оказаться в клетке. Быстрее, она отравляет примарь. Видишь? О, я захочу. Что-то со звуком здесь, конечно. Примарь опасна! Ее надо контролировать! Нееет! Нееет! Скорее! Вынесите ее! Она слишком важна и не должна умереть здесь! Бесполезно. Я отведу ее обратно в тюрьму. Все-таки... Все-таки мы тут были. Я думал, ты умерла. Но все хуже. Той ночью ты украла примарь. И теперь барон хочет ее вернуть. Они говорили о какой-то тюрьме. Мне придется спуститься еще глубже. Так. Воу, чувак. Ой, твою мать, Гара, что ты делаешь опять? Так, ладно. Главное, что не духи против чуваков. То есть, фактически, смотрите. Тогда она не погибла, действительно. Она все-таки тиснула. И еще в нее тоже вошло. Вот это вот все дело. То есть, она фактически в своем теле, я так понимаю, пронесла. А нам шприц в глаз, я так понимаю, тыкнули. Перед началом операции тщательно настроите машину. Сорыви покров, скрывающий врата души, чтобы открыть путь к выздоровлению. Вот. Психи, блин. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот этого неплохо бы, на самом деле, ухайдохать от греха подальше, чтобы он мне это самое не мешал мне жить. Шикарные звуки. Здрасте. Ну ладно, теперь чуть-чуть прояснилось. Ну что это за приходы гартовские, это, конечно, все еще вопрос. Я хочу его глушить, он меня нервирует. Я просто аутласт-то нервная. Я могу ее убить. Нет, даже стоп. Брейк, брейк. Нам нужен код для этого дела. Мы, конечно, можем таким вот образом пройти мимо него. О, кстати, смотрите-ка. Ну, да? Печалька. Я хочу его оглушить. Я очень хочу его оглушить. Он что-то интересно заглядывает в эту комнату? Вроде нет. Ладно, рискнем тогда. Не будем пока. Кабинет лоботомии. Че на каляка нам выбирайте? Орбиту класт с учетом толщины черепа пациента. Слишком живое воображение. Первый признак безумия. Безумие. Отлично. Так, обождите. Я хотеть вот этот код. Там что-то блестяшкает. Сейчас мы дождемся, пока он сюда подойдет, а потом отвалит и возьмем. Стерилизация. Нет, давайте без стерилизации. Блин, заметил. Офигеть. Как так-то? Да нету, нету. Ох, твою мать. Так-то тебя знает. Давай, отвернись. Ну, отвернись. Я хочу тебя глушить. Все, нафиг. Я нервная. Нет. Только не эти. Только не психи. Вот. Все, хватит с меня. Мы могли бы его обойти, могли бы дождаться, но мне так... Нет. Я хочу его глушить. Для моих нервов это важно. Это важно для меня. Можно было его, конечно, поджечь. Он топтался прямо на нефтяной этой лужи. Так, подождите. Глава 5. Мы никакого же кода не находили, правильно? Тайник там... Вот. Сегодня нашел особый тайник. Странная картинка. Монетки их странная картинка. Нет. Бумажку с кодом мы не находили. И это меня печалит. Там наверняка что-то вкусное было. Стерилизация. Мойте инструменты спиртом перед живосечением. Изучайте воздействие стресса на организм человека. Проводите при ярком свете. А, изучение. Господи. Это, я думаю, как-то странно прозвучала фраза. Так, нет. Где-то тут обязана быть в одной из этих палат, скорее всего, бумажка, на которой коды. Ух ты ж ни хрена. Блин, офигеть. Реально, Outlast. Япона мать. Куда мы с вами попали? Там доктора пытает. Так, ладно. Воздух. Надо доктора спасти, если он еще живой. В чем я сильно сомневаюсь. Странно, до этого людей не было. Вообще никого не было. Они все появились. Эй, доктор. Ты живой? Алло. Болезный. Непонятно, как у него руки держатся, с учетом того, что эти намного больше. Ретропия. Для оптимального результата варьируйте длительность погружения. Вдыхайте воду, выдыхайте. Выдыхай свет. Ой, что за дурь пошла. Так, ладно. Там что-то блестяшкает. Как туда попасть? Я же не просунусь. С этой стороны. Там наверху еще была над доктором штучка. Надо его опять опустить. Здесь как бы должна быть вода в этом резервуаре. Мы поняли. Спрыгнуть? Не хочу я никуда спрыгивать. спуститься еще ниже. Ну, а сейчас. Потом как-нибудь давайте. Гаррет, вылезите, пожалуйста. Мы сейчас обшмонаем этот этаж, потом уже спустимся. Что такое-то? Что, много собрала, что ли? Такая музыка пошла. Еще один полоумный. Не, я их всех буду здесь глушить. Хоть убейте, вот. Я здесь вообще никакого осталось. Только глушить всех. Это психи. Я с ними общаться не собираюсь. Разговор короткий с такими. Если таких не глушить вовремя, от больнички останется outlast. Шоковая терапия. Время курса терапии. Не обращайте внимания на дискомфорт пациента. Мгновенные боли. Целая жизнь в здравии. Вот, кстати, знаете, а я до этого говорила, то что, наверное, я эту игру, если в подкасте, по-моему, я это говорила, да? Если я эту игру и буду перепроходить, то очень, как бы, не скоро, потому что она довольно это самое. Ну, сюжет такой. Но теперь я беру свои слова назад. Это, знаете, вот как собрали такие в одной игре модные тенденции последнего времени в игровой индустрии. То есть, вот тебе и стелсы от первого лица, вот тебе и воровство, которого так не хватает, черт возьми, в Скориме. Которые там, где воров, на мой взгляд, не очень хорошо все-таки сделаны. Не хватает многого. Лично мне. Вот. Тут тебе и мистика, тут тебе и паранормальщина какая-то, тут тебе и аутласт. То есть, как бы, с мира по нитке и вот. Так. Ну, в общем, довольно любопытно. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот мы в тех камерах, по-моему, не были, да? Пойдемте. Афиг, да, я тут там-то иду, я же могу по коридору пробежать. Нафиг. С этими психами я общаться не буду. А, нет, дождите, мы же пришли отсюда. Фактически. Так, мы эту бумажку читали? Читали? О! Ух ты же, ё-моё. Чуть не пропустила. Так, я понимаю вашу встревоженность, но вынужден перевести пациента 18 вниз на тюремный уровень. Я понимаю, что это нестандартная процедура, но субъект должен быть изолирован ради всеобщей безопасности. Тюремный уровень – единственное подходящее место. Доктор Штеддман. У него там, наверное, какие-то мегаспособности появились, да? И где все-таки тот проклятый тайник, который в стене? И где кот? Я хочу кот. Я хочу кот. Я сошла с ума. У-ху! Какая досада! Блин, ну, еще тащусь с этого быстрого перемещения. Так, ну, в принципе, здесь вроде нет, да? Ничего. Почти. Ой, я когда приду в город, господи, я буду счастлива просто. Потому что сейчас, честно говоря, я не чувствую, что я играю в вор, я чувствую, что я играю в средневековый аутласт. Это, наверное, не очень хорошо. Но, с другой стороны, такая смена обстановки. Любопытный ход. Для игры подобного рода. Блин, там... Черт, подожди. Ну как так-то? Там же сейф. Может, где-то что-то есть? Тут я не вижу. Я хочу сейф открыть. Световая бомба? Обидненько. Что же ты делаешь? О, может, тут где-нибудь... О, стук в трубах. Кстати, да, что за стук? Пит, почистите гнилые трубы. Они опять дребезжат. Я клянусь. Проклятый звук мне скоро сниться начнет. Я даже поймал себя на том, что отстукиваю этот рейтом, когда работаю. Это что, нормальные условия для работы, я тебя спрашиваю, доктор Хантфилд? Так. Допустим. Вот что вот это значит? Я понимаю, что это значит, что здесь где-то секретик, но я его не наблюдаю. Да вы видите, я нет. А, это, видимо, намек на вот это. Так, подожди. Мне нужен код к этому делу, потому что я его не знаю. Ну, я его так не открою, а у меня нет этого. Давайте 5-7-1. Не знаю. Точнее, 3-7-1. Я допустим, 7-1-3, давай. Ну, кто б сомневался. Давайте еще раз повнимательнее пройдем по этим местам. Может быть, я где-то пропустила какой-нибудь маленький ящик. Просто не хочу уходить, не открыв этот сейф. Это очень не хочется. А вдруг мы пройдем вперед, и там что-нибудь обвалится, и мы не сможем вернуться, или что-нибудь такое. Кто знает. Ладно. Вот. У тебя я не открывала. Видите, как полезно бывает пройтись? А, да, световая бомба. Тебя я открывала. Так, тут у нас доктор. Тоже. А, вот. Вот это вот световая бомба. Тут, я думаю, как-то ящик неправильно стоит. Это просто другой. Странно, мы его оглушили, но он почему-то с открытыми глазами. Мы же его не убили, правильно? Я надеюсь. Хотя с другой стороны так надежнее. Нет, слушайте, по-моему, тут нет ничего. Либо я где-то там пропустила, в той части. И это будет пипец как обидно. Либо мы найдем еще впереди. Блин, ну нет, ну как так-то, ну? Как так-то? Что вот тут вот? Ладно, давайте. Я, конечно, понимаю, я запчусь на месте, но, блин, ну я очень не хочу отсюда уходить. Без этого проклятого сейфа. Может, я что-то в офисе пропустила? Может же быть такая вероятность, правда? Я столько ящиков пропустила, как показалось. Наверняка, мы что-то в офисе не нашли. Ух ты, ловушки. Ну точно вот, кстати. А как я тут заберусь? Если я открою, меня ловушка пришибет. А, ладно, я не буду открывать. Я залезу сперва. Как ты так проглядела-то первый раз? Офигеть! Вон она, внимательность. Вот он, страх. Что делает с людьми? Не зря, не зря вернулась, как чувствовала. Как я уже сказала, я стараюсь здесь ничего не упускать. По возможности ловить все, но так, чтобы не сильно задрозиться. Так, книжечка. Обуздание Примали. Ритуал по обузданию Примали потерпел страшную неудачу, но, возможно, есть еще надежда. Энергия вошла в слишком слабый сосуд. Я не понимаю, как это произошло, но должен быть способ вернуть ее в камень. Да, поэтому, может быть, они ее и пытали все это время. В надежде, что выйдет из Примали и нас заодно оформили. А, слушайте, я эту комнату даже не изучала. Я как свет включила, я кнопочку нажала и все, и побежала, блин. Вперед планета всей. И очень зря. Световая бомба. О, да, замок на лифте. Так, это не то. Пит, сделай мне одолжение. Лифт в исправительное сейчас открыт. Для всех, кто угодно, может спокойно войти туда и поехать на закрытую территорию. Установи, пожалуйста, замок. Не только ради безопасности тех, кто находится в исправительном. Это для всех пациентов приюта. Что, если кто-нибудь из подобных Хантвилда вырвется? Пациенты в верхних этажах будут беззащитны. Подумай об этом. Я выдам тебе пропуск. Так, это все очень здорово, но мне бы еще ко всему этому не помешал код к сейфу. Я была в надежде, что... Но нет. Оказалось, что тут его нету. Блин, а где он тогда? Мы, конечно, много чего нашли, но... Это все не то. Это мы читали? Это мы читали. Давайте еще туда сходим разок. Повнимательнее все осмотрим. Получиться не можем, да? Тут ничего нету. Слушайте, я тогда не знаю прям. Может, мы где-то впереди найдем действительно, потому что, ну, ела-пала. Ну, вроде все уже облазили. Очень сложно сказать. Оп. Ну, в общем-то, сейчас у нас лифт заработает, да? Здесь какая-нибудь хрень оттуда выскочит. Просто смешно будет. Кстати, может быть, мы теперь снизу сможем... А, сейчас пошла я туда. Конечно. Там же был намек на трофей. Может быть, мы теперь можем пройти, потому что... Как бы... Как бы... Как бы... Нет, да? Неужели нет вообще никак? То есть под шах... Ой, под эти... Господи, под кабиной ничего не было. И никак туда не попасть. Опять этот звук. Господи. Блин, мне так обидно сейф оставлять там. Прям вообще. Может, я... Я не знаю. Ой, не туда. Может, он где-то... Ну, здесь он не может быть только в главах, потому что мы сейчас в сюжете все-таки... Блин, ну ладно. Давайте тогда здесь завершим данную серию. Следующий двинемся, в общем-то, вперед. В тюремный блок. Посмотрим, что-то как. Может быть, все-таки найдем что-нибудь как-нибудь. Я, наверное, где-то по пути в эти места просто проглядела, да, шифр. Где-то он, может быть, лежал. Бумажка какая-нибудь или еще что-нибудь. Обидненько. Ну да ладно. Что поделать. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. И увидимся с вами в следующей. Всем удачи. Пока-пока.